В посёлке Загорянске ещё пару лет назад воду из центральной системы водоснабжения пить было нельзя из-за высокого содержания в ней железа. Проблему решили в 2018 году, после того, как на водозаборном узле на улице Льва Толстого установили станцию обезжелезивания. Работы проведены по программе губернатора «Чистая вода». Но налёта сейчас нет от воды? Налёта нет. И я ей иногда могу пить просто. Казалось бы, проблема качества воды решена. Однако не все загорянцы придерживаются такого мнения. Когда станцию обезжелезья не поставили, да, действительно стало в лучшую сторону. Но остаёт, так скажем, жёсткость, периодически появляется запах серого водорода. В начале лета межрайон Ищелковский водоканал в плановом порядке промыл сети водоснабжения в Загорянском. Из-за особенности застройки водопроводная сеть в посёлке имеет множество тупиковых ответвлений, на конце которых находится один потребитель. Из-за малого водозабора в таких местах вода может застаиваться, говорят специалисты. На основании обследования сегодняшнего и на основании результатов проб мы будем рекомендовать жителям улицы Островского промыть свой водопроводный вод. Этого не делалось никогда жителями. Ну и вот кроме того, что мы промываем свои сети, нужно ещё и сети внутридомовые и тупиковые водопроводные воды промывать. Тем не менее, вопрос качества воды вышел на уровень областного министерства ЖКХ. На днях его представители и эксперты Роспотребнадзора приехали в Загорянский. Отобрали пробы в доме Олега Грачёва в нескольких точках на сетях водоснабжения на улице Горького, Островского, Льва Толстого. Отбор проб воды также производился и на улице 40-летия Октября. Вот из таких гидрантов используют для тушения пожаров. Воду отобрали в специальные пластиковые бутылки и отвезут в лабораторию. Для сравнения, пробы взяли прямо из скважины и на выходе со станции второго подъёма воды. Отобранные образцы послужат основанием для рекомендации водоканалу и потребителям по улучшению качества воды. Новая станция без железования работает. Предыдущие протоколы фиксировали, что качество воды приведено в нормативное состояние. Сейчас взяли ещё раз пробы вместе с представителем Роспотребнадзора. Скорее всего, будет результат такой же. Но качество воды зависит не только от этого объекта, но и от сети водоснужения. Поэтому проведём такой полноценный анализ. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.